добрый день меня зовут зинаида это видео я буду записывать некую такую инструкцию для того чтобы потом мы могли делиться им со своими партнерами и видео будет посвящено тому как создавать бота в telegram ботом и сначала создадим в аккаунте telegram а потом полученные параметры привяжем уже к непосредственно к редактору редактор у нас называется клиент hunter я о нем буду еще рассказывать и это уже будет наверняка уже вторая часть видео то есть видео будет разбита на две группы значит нам надо понимать что что мы сейчас делаем некий такой задел для дальнейшей работы и что бота мы создаем для того чтобы делиться им там с друзьями и выслушивать какую-то там похвалу либо нет мы его создаем для того чтобы наш бот работал на нас потом 24 на 7 добывать мы будем потом через этого бота трафик из telegram трафик в телеграме промышленно практически в промышленном масштабе идет вот как это делать я сейчас вам расскажу да что для этого нужно какие ресурсы нужны для того чтобы заниматься этим бизнесом и продвигать свой бизнес через telegram во первых нам нужно будет две сим-карты одна сим-карта на которой будут непосредственно находиться ваши боты каналы группы и эту карту нужно обидеть как зеницу ока потому что лично у меня был такой печальный опыт когда telegram не просто заблокировал мой аккаунт мой аккаунт просто исчез с поля зрения ну а новичков это бывает просто логически нужно понимать то что вы делаете сейчас мы будем этому учиться значит 2 сим-карта нам нужно будет для расходников для аккаунтов расходников потому что мы расходники будем регистрировать на определенном сервисе тоже покажу где и так значит две сим-карты на одном боты на одном расходнике и естественно еще нужен компьютер я честно говоря не понимаю бизнес только в телефоне потому что создавать видео видео не для допустим публикации там в instagram короткие видео какие-то обучающие видео я так все-таки думаю что лучше будет это делать на компьютере но в любом случае бизнес это компьютер плюс телефон и что хочу сказать по расходникам желательно иметь смартфон потому что для айфона нужно еще будет дополнительно закачивать эмулятор мы сейчас будем разбирать только по смартфонам варианты на смартфонах и так что мы делаем заходим мы свой аккаунт telegram у меня здесь аккаунт смотрите вот сейчас покажу увидите он не здесь много много контактов при создании этого аккаунта я случайно дала разрешение как бы подгрузить эти контакты вообще не нужно этого делать то есть у вас в этом аккаунте не должно быть никаких не контактов ничего только боты каналы группы вашим и так что нам нужно сделать нам нужно нашем аккаунте найти главного и основного бота вот он так выглядит вот фазер видите он с таким вот значком с синей галочкой и значок бота не канала не грубый значок бота нажимаете на него и у вас запускает вот он у меня уже запущен здесь то есть его нужно будет удалить чтобы перезапускать на этого делать не буду вот он у вас запустится нажмете кнопку запустить и у вас отобразится вот такая вот страничка вот так с такой кнопочкой меню нажимаете на кнопочку меню и что нам сейчас нужно сделать это создать нового бота нажимаем на new бот как вы видите здесь очень много всяких команд но мы будем вас сейчас воспользуемся первой командой нажимаем new бот смотрите нам бот прислал вопрос как вы назовете своего бота первый вопрос нужно его отвечать по-русски то есть где будет отображаться этот параметр вот например открываю бота на параметр будет отображаться вот здесь видите вот русскими словами написано русскими русскими шрифтом переключаемся и отвечаем на этот вопрос но мы можем назвать своего бота допустим давайте назовем мой бизнес бот отправляем след за этим нам будет присылать второй вопрос здесь уже у нас хочет вагин требует вагин пишется на английском языке и обязательно конце этого слова которое вы здесь вот поставите до должен должен стоять слово бот ну как мы его назовем май без 999 давайте поставим нижний пробел вот отправили когда мы отправили эти два параметра нам бот выдает вот основной вот такой вот основной такое окошко в котором мы видим токен это самый главный наш параметр ради чего мы создаем этого бота нам нужно его вытащить и сохранить и вот ссылочка на нашего бота давайте сохраним токен в блокноте к себе запишем ну и давайте сохраним еще ссылку на нашего бота далее мы проходим по этой ссылке и вот он наш бот вот наше название май без 999 бот что мы делаем его запускаем и фактически наш бот уже готов дальше мы возвращаемся в бот фазов теперь его нужно настроить для настройки ботом и снова должны перейти в бот фазов и найти в меню такую команду май бот то есть здесь будут находиться все наши боты нажимаем на нее и выбираем того бота которого мы сейчас будем настраивать открывается вот такое вот окошко где мы должны нажать и дит бот редактировать нашего бота после этого открывается следующие меню и вот здесь мы будем уже редактировать то есть будем посылать ему необходимые команды какие команды нужно отослать во первых первое нужно отослать описание edit description то есть что умеет делать этот бот нажимаем нам прилетает снова команда вопрос что же умеет делать этот бот для этого у нас уже должно быть подготовлено описание где-нибудь блокнотики лучше это делать наверно в ордовском документе все таки я уже подготовила здесь я на некоторое такое описание видите у нас здесь есть уже что токен который мы достали до из предыдущего шага ссылку мы сохранили на бота и и у нас вот есть еще здесь описание копируем эти описание в описании можно вставить эмоции чтобы больше привлечь внимание копируем и отправляем описание нашему боту то есть когда человек будет запускать ваша работа первое что он будет видеть это то что умеет этот бот отправили все в порядке следующим шагом у нас есть такой параметр как картинка для того чтобы картинку сюда добавить вот такая вот картинка чтобы бот каким-то образом отличался от остальных примерно так будет выглядеть картинка мы нажимаем на edit вот пик нажали и вот здесь мы прикрепляем к скрепке файл картинку давайте сейчас загрузим какую-то картинку картинка мы возьмем из изображений какую мы возьмем вот такая вот картинка подойдет для бота отправить все картинка есть последняя команда которую мы должны отправить боту это как бы о о чем заголовок о чем видит вот нажимаем нам прилетает снова вопрос от бота и у нас уже есть подготовленный текст он не длинные он коротенькие типа заголовка копируем и вставляем его как ответ боту все на этом наш бот настроен к дальнейшей работе мы уже перейдем к редактору клиент хантер и всю остальную работу будем выполнять там переходим к следующему видео о в